Доброе утро, мир! И люди, живущие в нём, понедельник, традиционно, по будням, 8 по Берлину, прямые эфиры с Горбач, мы с вами встречаемся и, значит, разбираемся с чем-то интересным. Обычно у нас эфиры идут по определённому графику, те, кто со мной не первый день в этот график, знаете, те, кто случайно, либо не случайно только присоединяются, рассказываю. Эфиры у нас каждый будний день, с понедельника по пятницу, 8 по Берлину, 9 по Киеву, разницу во времени можно загуглить, и понедельник, вторник и среда мы с вами разбираем какие-то темы, анонсы, тем есть ещё у меня в сторис, я вчера вечером выкладывала. Сегодня будем говорить про сопротивление деньгам. Завтра, по-моему, про родовые, про то, как передаются родовые программы, как они функционируют, послезавтра уже не помню, но, значит, в анонсе можно заглянуть. В анонсе обычно в субботу-воскресенье я делаю анонс эфиров на неделю. Так вот, понедельник, вторник, среда у нас тематические эфиры, мы разбираем какие-то темы, четверг – это практика, это значит, что я делаю открытый разбор. Кто-то из желающих, присутствующих в эфиров, вы отправляете заявки, я рандомно выбираю участника и открытый разбор запроса. Да, и также в четверг я справляю обычно окошко в сторис, туда можно задать вопрос, и в пятницу утром, в пятницу в 8 утра у нас эфир ответов на вопросы. То есть три эфира с темами какими-то, один эфир с практикой, один эфир с ответами на вопрос. Это такой уже состоявшийся, устоявшийся, состоявшийся график. Изменения бывают только, если я в каких-то поездках или если я устраиваю себе какой-то отпуск. Ну вот тогда, да, тогда могут быть изменения. А на этой неделе изменения не планируются, только на следующей неделе, когда я буду лететь в Берлин, я в следующий четверг улетаю в Берлин. И вот пока я буду в Берлине, это значит, что на следующей неделе в четверг не будет эфира, я буду в самолете. И в пятницу, скорее всего, не будет эфира, я буду в поездке, буду в Берлине на Большом форуме. Так, да, те, кто присоединяются, вижу ваше приветствие, пишем «Доброе утро, мир!» и люди, живущие в нем, я буду видеть. По вашим приветствиям я уже знаю, те, кто со мной не первый день, не первый год иногда, либо те, кто, не знаю, там свеженькие, только-только присоединяются. Я обычно очень рада и видеть ваше приветствие, и обнаруживать те, кто только-только присоединяются. Ко мне немножечко вначале надо привыкнуть, у меня есть такой своеобразный сленг, очень надеюсь, что те, кто присоединяются, этого сленга не пугает. Ну, там, например, называть людей свеженькими. Да, это такой баба-ёжичий сленг. Те, кто меня знают хорошо, называют меня баба-егой. Ну, либо яга Горбач. Это один из хэштегов. Да, для тех, кто меня видит впервые, меня зовут Светлана Горбач, я психолог, на всю голову уже 10 лет. Как? 10 лет я в теме психологии бизнеса и денег, очень плотно, глубоко и много. 10 лет я говорю о том, что деньги никогда не про деньги, и это всегда следствие отношений с собой, отношений с миром, отношений с другими людьми. Это всегда лакмусовая бумажка. Ой, это я монетку кручу в руках, у меня есть такая волшебная монетка, она у меня выпала из рук. 10 лет я говорю о том, что, ну, я уже сказала, да, потому что деньги – это никогда не про деньги, это всегда только следствие. Соответственно, когда человек приходит с запросом про деньги, это, как правило, либо про какие-то запреты, либо про какие-то травмы, либо про какие-то истории из ротовых систем. Ну, то есть, деньги – это просто лакмусовая бумажка. Монету кручу, видите, какая я, по-моему, хвасталась, да, это у меня такая вот монета, и всего 600 в мире, это мне моя команда подарила. На день рождения я даже, здесь еврейский календарь с зодиатом, таких штук всего 600 в мире. И я теперь, она у меня лежит все время на столе, и я теперь ее все время кручу. Надо еще понять, как вот эта вот штука, видите, она у меня в пластике, да, я ее не раскрыла. А может, и не надо раскрывать. Но, во всяком случае, вот в пластике я теперь все время кручу. Обычно я кручу ручки, у меня есть там разные ручки, у меня фетиш, видимо, по ручкам, очень разным, прикольным. Теперь у меня еще есть монета. Так вот, так вот, сопротивление деньгам. Мы сегодня собирались говорить про сопротивление деньгам. И вообще, в ближайшее время мы будем говорить про разные аспекты, влияющие на отношения с деньгами. Ну, вот так. Да, ближайшее время будет посвящено этому, где-то до декабря, до начала декабря. Будем рассматривать со всех сторон разные аспекты. Вот я же говорю, что деньги не про деньги. Да, ну вот будем разбираться со всем тем, что за деньгами стоит. Начнем с сопротивления. Вообще, было бы логично, конечно, начать с запросов, но с запросов, прям сильно докручивать здесь запросы в онлайне я все равно не смогу. Поэтому, пустим, предположим, что у вас есть запрос. Кстати, перед тем, как пойдем в запросы в тему, если у вас вообще все замечательно, и зашибись с деньгами, чему я буду очень-очень рада, и нет истории о том, что вот я какое-то время не могу пробить этот потолок, и вот я какое-то время не могу, значит, там, сдвинуться с мертвой точки, либо еще что-то, то все то, о чем я буду рассказывать сегодня, завтра, послезавтра, вы можете брать и адаптировать к какой-то своей цели. Потому что, в общем и целом, механизмы очень схожи, просто в деньгах они проявляются очень ярко, поэтому про деньги. Но это вы можете брать и адаптировать так же самое к любой другой своей теме. Просто я буду говорить больше с углом внимания про деньги, а вы можете играть в это, да, брать то, что я говорю, и работать с тем запросом, с тем затыком, в котором вы находитесь сейчас. На самом деле, если совсем по чесноку, то механизмы очень-очень схожи, почти идентичны. И хорошо бы, конечно, наверное, говорить про, начинать говорить про запросы, но я предположу, что запросы у вас есть. То есть у вас есть некое видение и понимание из серии «Чего бы хотелось?». Да, я на проекте, где можно получить грант на развитие дела. Когда пришло время ехать на встречу, заболевание появилось, я чувствую, что сопротивление, чудеса как будто. Ну, чудеса, да, чудеса, они бывают разные. И сопротивление тоже. Так вот, предположим, у вас есть некий запрос. Значит, из важного, на что я хочу обратить ваше внимание про запросы, когда вы составляете запросы, когда вы составляете эти задачи свои, обращайте, пожалуйста, внимание на реальность. Одна из больших ошибок и сложных ошибок, которые просто перелопачивают весь путь к реализации, это разрыв между реальностью и запросом. Ну, например, многие люди, сейчас немножечко поговорим про это, потому что это прям важно, и потом пойдем уже непосредственно в работу. Я тут даже инструмент работы приготовила, если что. Так вот, огромный процент людей совершенно не связывает запрос своей реальностью. Ну, например, если вы не предполагаете, то возьмите во внимание, что реализация вашего запроса предполагает, что поменяетесь вы качественно. Вы должны будете стать другим. Поменяется ваше окружение, вам придется менять окружение. Поменяется ваш стиль жизни, ваше расписание, то, чем вы будете заниматься, то, чем вы, то, как вы будете этим заниматься. И, возможно, вам нужно будет менять место жизни. Очень часто у людей, вот, я хочу, там, увеличить в два, в три раза свой доход. Супер! Шикардос! Отлично! Замечательно! За счет чего? И у людей есть такой мультик, такая иллюзия, такая идея, что вот доходы увеличатся, и мне просто станет, я просто буду жить богаче. Вот просто будет, я буду жить здесь же, с этими же людьми, примерно так же проводить время, да, но у меня будет становиться, мне будет больше платить. Или у меня будет больше клиентов. То есть что-то такое поменяется, что я просто стану богаче. И этот мультик, об который люди спотыкаются, потому что, когда приходит, да, запрос, вы прорабатываете что-то там, снимаете какие-то ограничения, значит, что-то там делаете. А когда приходит в дело, к делу, к реальности, и когда нужно будет отказываться от каких-то встреч, отказываться от людей, которые сжирают вашу энергию, отказываться быть хорошими в их глазах, отказываться как-то бестолково тратить время, отказываться от общения, которое вас не наполняет, которое вас обестачивает, начинать заниматься тем, чем вы не занимались, уходить из мест, где вас сжирают, да, выбирать, отказываться выбирать то, что не ведет вас к цели, отказываться выбирать общение, которое не ведет вас к цели, и многое-многое другое, Народ останавливается, и оказывается не готов, и не связывает это, не связывает те, причем у вас же начинают возникать ситуации, которые вас к этому подводят, вот что еще важно, у вас начинают возникать ситуации, которые подводят вас к необходимости этих отказов, И тогда получается примерно следующая история, человек манифестирует о том, что я хочу увеличить доход, я хочу там другие суммы, я хочу другие деньги, начинает его бессознательное такое, ну окей, давай попробуем, ты тут что-то там напопрорабатывал, давай пойдем, давай попробуем, И начинают возникать ситуации, в которых нужно делать новые выборы, и человек, если не склеивал внутри себя необходимость этих новых выборов с результатами, он эти новые выборы старается не делать, то, что я вам сейчас рассказываю, я вам делаю маленькую прививочку от сопротивления, потому что, когда вы готовы к изменениям, когда вы готовы менять, уры, да, если у вас есть склейка, что, ага, вот здесь у меня результат, которым я хочу, и идти, да, цена этого результата вот такая-то, 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 глюк о том, что деньги меняют человека, внимание, деньги человека не меняют, либо человек меняется для того, чтобы прийти к желаемым деньгам, либо нет, либо он к ним не приходит, не деньги меняют человека, а вначале человек меняет себя для того, чтобы стать равным той сумме, которую он хочет, и потом он к ней приходит, вот это вот важно, еще раз, пожалуйста, в это надо прям склеить, не деньги вас поменяют, а вы либо поменяетесь ради своего другого уровня жизни, либо нет, а если люди, которые тянут тебя вниз, не наполняют, это отец и родня по нему, тоже отказываться от общения, выбирайте, либо его родня, либо вы, да, выбирайте, либо его родня, либо вы, и с отцом тоже можно общаться по-другому, и не посвящать отца во все свои взрослые планы, и выстраивать границы, отца можно любить, при этом выстраивать границы, а родня по отцу, ну, как бы, ну, извините, да, информация невероятная, у меня тут много вкусного, я вам рада очень, да, я еще и очень жесткий психолог, для тех, кто первый раз, вам всегда, мы всегда, люди выбирают между собой и кем-то еще, всегда, на самом деле, в этом, ну, все травмы развития в этом, да, потому что ребенок, в принципе, всегда, с самого маленького возраста, ребенок обусловлен, взросление ребенка, развитие ребенка обусловлено постоянным поиском баланса между собой и родителем, между собой и родителем, между собой и кем-то другим, и вот этот поиск баланса, он, в принципе, мы все время играем, мы живем вот в этом балансе, где я говорю да себе и нет другому, где я говорю нет себе и да другому, всегда в этом поиске, мы живем так, мы живем в поиске, мы развиваемся в поиске баланса, если вы находите баланс, здесь заканчивается развитие у меня для вас новость, развитие в поиске баланса, чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чем меньше, и вы всегда выбираете, всегда, выходит, если я хочу денег, а муж, когда идем в магазин, покупает только то, что по акции, то денег никогда не будет, не знаю, при чем здесь муж? Вы хотите денег? При чем здесь муж? Вы хотите денег, вы зарабатываете и вы покупаете. Просто если вы хотите денег, а смотрите только на те деньги, которые муж зарабатывает, и то, как он имеет право их тратить, тогда денег никогда не будет. Ну, либо там будет сложно, потому что деньги, которые зарабатывает муж, а для вас это детские деньги не взрослые это детские деньги да поэтому здесь не про то как муж зарабатывает либо тратить здесь про то что вы с этим делаете как будто хочу прыгнуть выше головы ну не знаю так вот дальше вот этот момент важно отстаньте от мужей свои господи прекрасные девочки женщины мне нравится не помню кому принадлежит эта фраза это я пошла играться с ручки мне здесь ручки мы любим сваровске значит ручка от моей компании это мы вчера в мюнхене не вчера в субботу дамы в мюнхене гуляли в мюнхене мне муж купил у меня значит куча ручек я играю сто монетками . так вот важно важно вот это свое желание понимать да какие изменения мне придется необходимо придется хотя бы предполагать что какие-то изменения мне придется внедрить самой в себе это прям важно деньги человека не меняют либо вы меняетесь да это это правда важно 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 так вот смотрите сейчас будет неприятно перед тем как пойдем в практике сейчас будет неприятно но если вы это неприятно да если вы это неприятно сможете увидеть для чего я это вам говорю туда то потом из этого неприятно много приятного будет как бы не было неприятно осознавать вы равны вы как не вы как как существо не вы как сущность не как 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 духовная составляющая а в во взаимообмене с людьми ваша ценность для людей уже есть тут тут сложно ценность для людей цена это для себя от немножко разные вещи но ваша ценность для людей равна тем деньгам которые вы имеете ваша ценность для людей равна тем деньгам, которые... Жутко неприятное осознание. Я даже не помню, от кого. То есть мне было в свое время так неприятно, что я даже не помню, от кого я услышала эту фразу. Видимо, чтобы не убить. Я долго ее варила, пока я с ней не согласилась, что на тот момент, а я ее услышала лет, не знаю, 9 назад, 10 назад, где-то на заре моей карьеры, мне было жутко неприятно осознание. Так в смысле? Да я? Да ну? Да вот я вот так? Ни фига. Ни фига. И на каком-то этапе нужно обнаруживать это и смотреть, как я могу быть ценно для людей, сохраняя ценность себя. И вот эта вот ценность для людей сохраняет, опять это баланс, эта ценность для людей сохраняет ценность себя. Чем больше вы увеличиваете, тем больше у вас... Деньги – аплодисменты мира. Можно еще одно взять. Деньги – это аплодисменты мира. Как отойти от мужа денег, и взять на себя ответственность, и зарабатывать самой. Признать, что это деньги мужа, а не ваши. И он вам дает, как большая фигура. Вырастать. Вырастать. Это же сложно. Это надо работать над собой. Вырастать. Взрослеть. Это не значит, что надо переставать брать деньги от мужа. Отнюдь. Потому что чем больше вы берете от мужа денег, тем больше у него есть шанс создавать еще больше. Это очень разные вещи. Но есть деньги мужа, есть деньги ваши семейные, есть деньги ваши. Ваши-то где? Вот ваши деньги где? При чем здесь деньги мужа? Деньги мужа, где же он вам дает? Спасибо. Супер. Замечательно. А ваши деньги где? Ваши. Ну, есть. Сейчас, деньги у мужа берем. Берем. Есть его деньги, он вам дает. Супер. Вообще прекрасно. Огромная благодарность. Поцеловали во все места. Но это деньги мужа, которые дали вам. Которые он дал вам. Это детские деньги. А где ваши? Окей. Так вот. Вот этот момент. Прямо по-наполевщику. Вот этот момент важно понимать, что есть деньги мужа, есть деньги ваши, есть деньги семейные. И есть та разница, та дельта между собой, между вот, да, моя ценность для мира сейчас и той разницы, которую я хочу получить. Да, вот это. Вот это вот дельта. И эта дельта, если вы сейчас зарабатываете, не знаю, там, тысячу евро, цифры условные, 500 евро, 100 евро, 10 тысяч евро, у каждого свой полупотолок. И вы хотите три, например, зарабатываете, да, а как же общий семейный бюджет, мне тут пишут. А что с общим семейным бюджетом? Ну, общий семейный бюджет. Деньги мужа, деньги семейные, деньги ваши. Что с общим семейным бюджетом? Есть общий семейный бюджет, но вы же не падаете в идею. Понимаете, опасно. Если вы падаете в идею о том, что вообще все-все-все деньги, вообще все-все-все-все деньги это общий семейный бюджет, то с каких денег он вам подарки будет делать? Вот если вообще все деньги, это семейный бюджет, так у него что, своих денег не должно быть? А с каких денег он будет делать вам подарки? А с каких денег он будет водить вас, не знаю, там, на свидание, цветы вам покупать? С общего семейного бюджета? А вы с каких денег будете приглашать его куда-то или сделать ему что-то приятное? С каких денег? Вот эта история про общий семейный бюджет, она, боюсь, обусловлена желанием некого контроля. И это страшно иногда опустить контроль, потому что, а как же, в смысле у него свои деньги? А вдруг он на блюде их будет тратить? Страшно, да? А вдруг он, и тогда хорошо, что есть общий семейный бюджет, я знаю, сколько у него, и если он там куда-то потратил, я тогда буду сразу на чеку. Ну, это не очень про семью, это тогда больше про контроль. А если развод, не дай бог, с чем уйдете в жизнь, в свою жизнь? Ну, не знаю. Тут даже не про развод. На самом деле, когда в семье, на мой взгляд, в семье нет финансового контроля, то и в этом больше отношений женско-мужских, а не детско-родительских. Сколько женщина должна вкладывать в семейный бюджет? Откуда я знаю, сколько женщин должна вкладывать в семейный бюджет? Ни малейшего представления. Надо смотреть каждую семью, и как они-то между собой договариваются. У меня вообще нет идеи, что кто-то должен вкладывать в семейный бюджет. У меня есть идея, что взрослые люди договариваются, как им комфортно. И люди вкладывают не в семейный бюджет только деньги, а в семью. И в отношения кто-то деньгами, кто-то энергией, кто-то заботой, кто-то... Не знаю, контроль денег должен быть, свои деньги, конечно, вы контролируете. Ну, конечно, свои деньги вы должны контролировать. А деньги второго партнера, ну, не знаю, зачем. Я не понимаю, зачем. Ну, если вам нужно контролировать партнера, в каждой семье по-разному бывает. Баланс между ценностью себя и ценностью для людей. Как не проваливаться в разочаровании? Не очаровывайтесь, если разочаровываться и не проваливаться, то или разочаровываться и не проваливаться в это надолго. Не очаровывайтесь, не ждите от людей больше, чем люди... Я не совсем понимаю... Понимаете, как? Чтобы провалиться в разочаровании, нужно настроить себе иллюзии. Нужно настроить себе мультиков. Нужно отжидать от людей чего-то того, чего они, в принципе, не должны вам давать. Поэтому есть разочарование. А вот как вот эти вот вещи... Я же не знаю, в чем вы строите себе иллюзии, что потом вы разочаровываетесь. Есть просто разные модели по бюджетам, и каждый выбирает под себя. Абсолютно с вами согласна. Мы с мужем на берегу договорились. И так бывает. Кто-то договаривается на берегу, кто-то потом передоговаривается. Тут просто деньги, понимаете, две самые табуированные темы. Деньги и секс. Когда в паре вы можете разговаривать про деньги и разговаривать про секс, вы можете договариваться и про секс, и про деньги. А когда начинается, да, кто-то написал, там, мама говорила, что деньги надо контролировать, а то пропьет. Ну, как бы, а зачем находиться с человеком, которому вы не верите, который просто пропьет? Ну, понятно, что там есть какие-то динамики, из-за которых вы в это влетаете. Ну, можно перестать верить маме, например. Да, вырасти и сказать, мам, как бы, блин, это твоя была жизнь. Да, я вот так какое-то время тебе верила. А сейчас в твоей жизни тебе надо было так. А я не хочу жить и бояться, что надо контролировать, потому что пропьет. Как можно потом хотеть мужика, которого вы контролируете, который меньше вас? Сложнее намного. Так вот. Значит, побеседуем. Ответ, двигаемся дальше. Ладно, хорошо. Вот это еще комментарий читаю, отвечаю и двигаемся по материалу. Иначе мы можем вот в это играть долго, но я тогда вам не успею рассказать, что я собиралась. Вот, допустим, не иметь своих денег, пока детки совсем малыши, допустимо, не иметь своих денег, пока детки совсем малыши, полгода и два, например. Это про то, что надо взрослеть, или про период, Господи, в который взрослые люди договорились. Да откуда же я знаю, для кого допустимо? Для меня допустимо, если вы договорились, ну, если мы договорились, если вы договорились. Еще раз, я не буду, не предлагаю свою свечку вам в постель. Услышьте, пожалуйста. Вы задаете вопрос, и это сейчас не только к вам. Я вижу много вопросов из серии, скажите, как нам с мужем правильно. Да откуда же я знаю? Кто-то сверху, кто-то сбоку. Важно, чтобы вы говорили про это, чтобы это была ваша внутренняя договоренность. Вот это важно. Понимаете? А не спросить у умной тетки-психолога, как допустимо ли для меня это. Откуда же я знаю, допустимо это для вас или недопустимо. Причем более того, в разных отношениях это может быть для кого-то допустимо, для кого-то нет. Нет. Я в иллюзии была, что можно самой заработать, как швея. Надо только нанимать помощниц, иначе это копить. Да по-разному бывает. Я знаю швеи, которые прекрасно зарабатывают, а кому-то нужно выстраивать систему. Сложно сменить свое окружение. Я понятен не имею, как это сделать. Я кормолог, а для простых людей это не актуально. Простым ребятам это не интересно. Естественно, вы выдали просто вот такой вот ворох суждений, ворох каких-то суждений, своих убеждений о том, во-первых, о том, что есть простые люди и сложные люди, о том, что есть кому-то это интересно, кому-то интересно. На самом деле это просто ваше ограничивающее убеждение. Начинайте все это дело менять, и будет вам гораздо проще. А менять свое окружение тоже достаточно. Во-первых, вы же не своему окружению продаете свою услугу. Это во-первых. То есть первая путаница, вы не своему окружению продаете свою услугу. Я своему окружению свои услуги не продаю. В принципе, у меня есть работа, есть там, где покупают мои, а есть мое окружение другое и друзья. И я точно не буду работать с друзьями. Вот прям вообще совсем точно не буду. поэтому это во первых разные вещи во вторых окружении формируются очень просто вы выгнуто просто это процесс но вы выбираете с кем я хочу общаться так как смотрите где с какого уровня людьми хочу общаться тем не интересно общаться и выбираете как я могу создавать связи отношения с этими людьми а это изменить характер служ сложно окей ладно хорошо двигаемся дальше да как то что друзья да абсолютно точно друзья друзьям я могу дать контакты своих коллег и пусть они идут там работа я не путаю дружбу и работ в подавляющем большинстве это не значит у нее нет исключений но подавляющим большинстве исключение есть когда бывшие клиенты там много лет назад а сейчас уже постепенно перерастают друзей вот это вот да такое такое уже бывает когда мы уже не не клиента да и заказчик либо клиенты и терапевт в смысле как да не я и заказчик либо я терапия просто смотря в каком контексте если терапия что-то одно если это бизнес консультирование что-то другое тогда это еще можно окей двигаемся дальше иначе мы сейчас увязнем вот в этих вот примерах что допустимо что недопустимо при этом в каждом у вас есть разные части внимание заходим в относительно сложный материал что значит разные части да есть разные части личности есть я которая сейчас с вами разговариваю есть горбач тренер да есть горбач терапевт горбач тренер горбач спикер горбач тренер и горбач терапевт Это три совершенно разные роли. Внимание! Три совершенно разные роли. Горбыч мама, более того, Горбыч, я, например, мама сына старшего, я мама младшей дочки, это тоже две совершенно разные роли. Разные мои грани, разные мои части. В отношениях с мужем, не знаю, там, я жена, я друг, я любовница, это три разные персонажа. В отношениях с подругами, либо с друзьями, это другие роли. Я, когда студент, это другая роль. Я, когда, не знаю, клиент, это ещё другая роль. Я наедине с собой, это ещё другие грани. Понятно ли, что значит разные грани вас? Напишите, понятно ли, я пока отвечу на сообщение. Правильно я понимаю, что сопротивление возникает не к целям, а тем изменениям, которые цели могут принести. Либо тем изменениям, которые цели могут принести, либо тем процессам, которые нужно пройти, чтобы к цели прийти. Это называется либо сопротивление результату, либо сопротивлению пути. Да, понятно, отлично, понятно, супер. Двигаемся дальше. У вас есть внутри вот эти разные грани, да, там, я мама, я там, пешеход, я ещё что-то, я ещё что-то, я ещё что-то. Дальше. Есть та часть вас, та грань вас, которая ответственна за реализацию вашего запроса. Вот кэсов, я приближаюсь к кэсов, начинается почти с... Вначале мы делаем на кэсов зачистки запроса, потом мы начинаем работать с та часть вас, которая ответственна за реализацию запроса. Я сегодня вознамерилась дать вам очень важный кусок, как устранить эти сопротивления. Работать, работать, слушать меня для начала, а не спешить. Да, я, в общем-то, про это и рассказываю. Надо понимать, что стоит за этим сопротивлением для начала, да, и потом прорабатывать поэтапно всё, что стоит за этим сопротивлением. А за этими сопротивлениями может стоять, на самом деле, овер дофига. Не кэсов, а кэсэф. Кэсэф. Кэсэф в переводе севрита – деньги. Или серебро, или серебреники. Попасть можно просто. Я сегодня выставлю, на сегодня поставлю уже на сайт страницу, и поставлю, наверное, страницу у себя в шапке профиля. Просто сегодня я собираюсь, сегодня к вечеру я собираюсь запустить небольшой мини-кэсов, да, небольшой вариант. И можно будет пройти, почувствовать, поиграть в этом мини-кэсов, и потом решить, хотите ли вы продолжение. Либо можно зайти сразу на игру, сразу игра, это программа «Игра». Сразу игра стартует 1 декабря. И там прорабатываются, вот там, где стартует 1 декабря, там будут два варианта участия. Будет вариант самостоятельного участия, и будет вариант участия в сопровождении. Вам нужно будет выбрать, вы хотите самостоятельно проходить, либо вы будете проходить сопровождение. И там, на игре, вот сегодня мы начнем разбираться с та часть меня, ну, вас, которая ответственна за реализацию запроса, и потом постепенно в кэс, вот, да, как справиться с сопротивлением. Надо понимать, что за этим сопротивлением стоит. Потому что сегодня мы будем разбирать основную, первую, да, даже, ну, вот, начало, причем очень важное начало, на самом деле, состояние той части вас, которая ответственна за реализацию запроса. Я вам дам технику из самостоятельного прохождения кэсов, одну из техник самостоятельного прохождения кэсов, как ее проработать. Потому что там будут техники проработки в самостоятельном прохождении, чуть-чуть, не чуть-чуть, отличаются от техники проработки сопровождения. некоторые отличаются так вот и потом да потом есть определенные причины сопротивления это может быть проекции я про них уже рассказывала по моему на прошлой неделе еще расскажу а это могут быть родовые переплетения это могут быть родовые лояльности это может быть вторичный надеюсь что меня сейчас слышно напишите что мне сейчас слышно потому что мне тут что был звонок на телефон и часто когда звонок на телефон срывается звук дайте знать что меня слышно слышно слава богу скранения звонок на телефон идет во время эфира это просто капец стоит все супер двигаемся дальше да это могут быть вторичные выгоды это может быть убеждение это могут быть ассоциации когда это склейка не знаю там деньги равно боль а у меня когда-то был это склейка у меня когда-то было склейкой на одном из своих моих потолков и проработок я обнаружила себе склейку о том что деньги равно боль ну и сильно ты пойдешь деньги если у тебя такая склейка нет я там долго прям тупила порядок отлично так вот и тогда прорабатывается то что стоит за этим сопротивлением у сопротивления нет причин окей начнем мы сегодня с той части меня которая ответственна за запросы понятно за запрос то есть есть внутри вас некая грань некая часть вас которая ответственно за запрос ответственно за реализацию этого запроса понятное дело что если эта часть ваш запрос видит готова к нему идти готова к не его значит реализовывать готова там как-то двигаться к нему то вы двигаетесь если ваш ваша часть которая ответственна за реализацию запроса смотрит куда-то в прошлое или в какие-то свои дебри или вообще не очень готова реализовывать то что вы говорите то собственно говоря вы встречаете с этим сопротивлением нужно какая-то часть вас ну типа как будто бы гребет вперед либо очень хочет грести вперед в то время как какая-то другая часть вас стоит на месте я сейчас предложу простой эксперимент 357 лет я этого не делала в прямых эфирах по моему последний раз я это делал несколько лет назад я вам в прямых эфирах мы не играли с вами карты помните когда последний раз мы в эфире картами играли помните нет я последний раз помню еще до войны в черноморке я еще жила еще в доме жила по моему после хотя может быть я просто ошиблась так вот я предложу вам сейчас это один из элементов кэсов вот этой игры кэсов грани денег в котором прорабатывается все вышеперечислено а я предложу вам сейчас не помнишь дает вот я помню последний вот картинка когда я сижу перед экраном с картами кэсэф пожалуйста не кэсов а кэсэф 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 с иврита это деньги кэсэф просто не то название так вот я предложу вам сейчас сформулировать свой свою цель свою задачу который свой запрос которому можно не писать в эфир я не буду разбирать разбирать в эфире сейчас там грамотность формирования запроса реалистичность формирования запроса кэсэф эф второго 2 и кэсэф окей кэсэф кэсэф спасибо большое да вот привет наташа я знаю что сложное название полное название кэсэф грани денег я понимаю что для тех кто первый раз это слышит это звучит очень странно просто когда я эту игру писала писала я ее 9 лет назад мне было прямо особенно важно чтобы это было кэсэф грани денег за то время за время существования этой программы этой игры по среди трансформационных психологических игр по ее эффективности и еще ни одна игрушка не ни одна игра не переплюнула по тем результатам которые происходят впоследствии до кэсэф грани денег спасибо большое верно так вот я вам предложу сейчас предположить что вы знаете вот есть вот некий запрос а некий запрос пара денег поиграем давно с картами не играет да и почувствуйте я сейчас вам вытащу карту просто вслепую потому что это неважно смысле не принципиально как-то будет да и назначьте эту карту той частью вас которая ответственно за реализацию этого запроса вот та часть вас которая ответы если путь только что вы все которую ответственно за реализацию запроса ну вот например теперь когда вы на нее смотрите можно сделать скрин и потом не знаю там раз растянуться вот это если это та часть вас которая ответственно за реализацию запроса опишите пожалуйста можно не писать в комментариях хотите пишите в комментариях просто сейчас пока держу вам эту карту я не тяжело будет читать комментарии какая эта карта и что она чувствует вот первые два вопроса на которые надо ответить чтобы вообще определить это первичное сопротивление какая эта карта и что она чувствует первые два вопроса какая эта карта у человек на карте да вот это вот барышня какая эта карта и что она чувствует и вам нужно написать можно пока чуть выше ну давайте вот так вот давайте заслоню да прямо сделаете сделайте себе скрин да вам будет потом вы сможете еще вернуться вот испуганная хитрая лень тревожная чувствует трепет мудрая уверенность ухмылка она у каждого по-разному абсолютно только пожалуйста абсолютно нормально что то что видите вы очень сильно отличается от того что видят ваши ну да от того что видят другие люди которые смотрят этот эфир сейчас до высокомерная чувствует ко мне снисхождение и жалость какая прелесть да а теперь внимание как она относится к вам то есть многие многие из вас то уже написал да там кто-то высокомерная кто-то тревожная кто-то не знаю там уверенно удовлетворен сяновей ну дизайн удовлетворен это и вообще ничего не надо скорее всего это вы многие уже из вас написали некоторые внутрь одну выявили некоторые внутренний конфликт да ведь вот наслаждается результатами своим делом ну то есть собственно говоря ей до вашей цели вообще дела нет у нее есть свое дело и над своим результатом наслаждается да вот тут задача обнаружить как она относится к вам как вы относитесь к ней видит ли она цель вашу видит ли она цель снисходительно ага немного смотрит с интересом внутри сила вот я люблю эти комментарии супер наконец давай я хочу видеть как ты справишься смотрите какой прикол ее задача справляться это ее задача справляться это часть которая ответственна за реализацию запроса вы услышали а если ваша часть которая ответственна за реализацию запроса говорит ну давай я посмотрю как ты справишься да, то о какой реализации запроса идёт речь? Обнаружьте это. Это та часть вас, которая ответственна за реализацию запроса. Она такая, ну давай, детка, удиви меня. Да? Удиви меня, крошка. Покажи, как ты справишься. Угу. Окей. Дальше. Ну, карты, да, эти карты. Угу. Окей, да, вот прекрасно тоже. Передаёт взглядом, ну что, дорогая, пора? Кому пора? Это та часть вас, которая подчиняется вам. По идее, должна подчиняться вам. Да? А если она, это и есть цель. А задача была сделать не она, это и есть цель, а вы должны назначить её вашей частью реализации запроса. Та часть, которая ответственна за реализацию запроса. Это не она и есть цель, это вы её так назначили. Угу. И что ей делать? Блин, прорабатывать, господи, что делать? Боли, есть кариес, идите к стоматологу. Ну вот сразу, что делать? Вначале определите, куда она смотрит, что она хочет. У тебя всё получится. Услышьте, пожалуйста, у кого всё получится? Она должна реализовывать запрос. Она должна реализовывать запрос. Она служит вам. Как вам такая новость? Она не должна вам помогать, она вам служит. Это, знаете, примерно следующая история. Вы говорите, сейчас я попробую вам привести. Ну, если есть у вас, не знаю, кто-то, кто, помощница по дому. Либо, не знаю, вы вызываете сантехника. Давайте так вот. Потому что вы вызываете сантехника. Приходит к вам сантехник, да, которого задача, в принципе, починить у вас текущий кран. И он говорит, ну, давай, я посмотрю, как у тебя получится. И вы так, ну, как бы вообще, ты здесь сантехник, тебе эта задача. И он вам говорит, ты начинай, я тебе помогу. Давай, пора, милая, пора, начинай, значит, чинить кран. Вы так, подожди, но сантехник здесь ты. Я тебя вызвала или вызвал, это твоя задача, чинить кран. Он говорит, давай, я в тебя верю. Я на тебя смотрю с интересом, с благосклонностью, с верой в тебя. Давай, детка, начинай. В общем, будет у вас кран починен? Нет. Ну, потому что задача сантехника – чинить кран. А не смотреть на вас с нисходительностью серии, ну, давай. Давай, я тебе подскажу, если что. Я знаю, я помогу тебе. Начинай. Я рядом, я в тебя верю, я тебе помогу. Понимаете, вот эту разницу? Между я в тебя верю, давай, милая, давай. Или там смотрится снисходительно. Или, значит, строга и вниматель. Побит сантехнику в самом лучшем случае. Это хорошо, если побит. И вот, так вот, пока вы будете выкликать, вызывать другого сантехника, вы будете сидеть с мокрым краном. Потому что, если вы не можете сказать сантехнику о том, что, деточка, это твоя работа, я тебя сюда вызвала не для того, что ты мне, дед, рассказывала, а чтобы ты это взял сейчас и сделал. Вы будете сидеть постоянно с мокрым краном, с текущим, а и вызывать новых сантехников. Все очень просто. Все очень просто. Не я другого сантехника вызову, а другого, блин, через три недели у него термин, очередь у него. То вы будете сидеть с мокрым краном. А задача объяснить сантехнику вежливо, что это его работа, починить этот кран. Как эту часть меня починить? В зависимости от того, как она поломана. Начнем с того. Первое, потому что есть разное. Я вам сейчас дам одну из техник. Значит, вы ходите. Нет, это сантехник. Господи, вы счастливы, наверное, если вы никогда не встречались с сантехниками, которые не хотят работать. На сантехнике дошло. Хорошо. Если вы никогда не встречались с сотрудником, который не хочет работать, не знаю, сантехник, газовщик, дворник и еще кто-то, который просто, это его работа, но он просто не хочет ее делать. И это сантехник или электрик. И вам надо сделать, создать условия такие, чтобы он так и сделал. Хочет он это или не хочет. Да, взрастить ту часть себя, которая отвечает за реализацию. Так вот, на этом я не встречала. Вам повезло. Вам повезло. Так вот, теперь. Я вам сейчас дам технику, которая снизит вот этот уровень сопротивления. Здесь маловато, потому что нужно поисследовать, хорошо поисследовать, а куда она смотрит. А что она на самом деле чувствует. Из какой энергии и почему она не хочет реализовывать, не хочет служить вам и не хочет реализовывать запрос. Свою маму и дочь, которые смотрят, как же у меня получится. И здесь очень много разных причин. В этом отношении будет чуть сложнее и эффективнее одновременно, если вы будете к эссов идти с сопровождением, потому что там начинаются вот эти вот нюансы. То есть сейчас я вам дам одну из техник, которая в проработке самостоятельной. И она такая, она под все, да, потому что когда человек идет, если вы идете самостоятельно, она тоже хорошо работает. Если вы идете самостоятельно, сложно прописать весь алгоритм, чтобы найти, как вывести из карты из этой части маму, как вывести папу, как вывести ребенка. Потому что причин, почему она на вас смотрит и не служит вам, очень много. У кого-то в этой части мама, она склеена с мамой. У кого-то склеена с ребенком. У кого-то склеена с бабушкой и дедушкой. У кого-то склеена с травмирующей, с травмированной частью. У кого-то склеена с... В общем, тут много. На кого-то пока папа в детстве смотрит. И тогда, пока эта ваша часть склеена с мамой, папой, детьми, да, и еще кем-то, ну, можно трепыхать лапками долго. Поэтому в сопровождении, когда вы заходите в кэсов с сопровождением, там адаптируется под ту часть, да, под... Ведущий адаптирует технику под ту часть, да, под ту причину, почему это сопротивление есть. В индивидуальном прохождении, да, в самостоятельном, вернее, прохождении, там есть техника, я вам ее сейчас дам. Там есть техника, которая позволяет просто снять это, да, снизить это сопротивление, и дальше вы уже зачищаете, ну, с последующими техниками. Она меня оберегает от боли. Это значит, что у вас есть идея, что ваша цель – это боль. Это значит, что в дальнейшем, если вы будете на хэсов, вам надо будет прорабатывать ассоциацию, ваш результат равно боль, да, если она вас оберегает от боли. Так вот, что делать? Сейчас внимательно прям сохраните это ощущение, что чувствуете вы. Внимательно сохраните это ощущение, вот это взаимоотношение с вашей внутренней частью. Поставите его пока в стороне. Я вам сейчас даю одну из техник игры кэса в грани денег полного формата. Это из полного формата индивидуального сопровождения. В бесплатном варианте ее, скорее всего, не будет. Бесплатный вариант стартует сегодня вечером. Я думаю, что я запущу бесплатный вариант, такой диагностический вариант поисследовать, поисследовать, да, еще свои сценарии отношений с деньгами. Будет сегодня вечером. А полный формат с 1 декабря. Так вот, то, что я вам сейчас даю, это один из элементов, там, одна десятая, конечно, один из элементов этого полного формата. Вот, дальше, вам нужно вспомнить, в вашей жизни есть какая-то картина, картинка, образ. Да, те, кто были в, господи, практиками, вы, возможно, помните это. Да, некий образ, взгляд на который, да, вот если вы смотрите, взгляд на который вызывает у вас ощущение гармонии, любви, радости, желание раствориться и стать частью этого мира, эйфории, может быть, успокоения, может быть, и так далее. Да, вот вспомните, пожалуйста, этот образ. У кого-то это может быть икона, у кого-то это может быть рассвет, свет, закат, океан, не знаю, водопад, какой-то там кристалл волшебный, костер, огонь, я не знаю, это вы вспоминаете. Можно участвовать только в прямых эфирах или можно в записи. Если вы спрашиваете про кэсов, кэсов вообще это не про прямой эфир, там вообще определенный алгоритм, когда вы двигаетесь, если в самостоятельном формате, то вы получаете задание, выбираете карту, делаете это задание, нажимаете кнопку, получаете технику проработки, выполняете, делаете эту проработку, нажимаете кнопку, переходите в следующем задании. То есть это я новый, свежий кэсов, свежую, да, записываю вот буквально на этой неделе, и вы управляете, да, вам не надо там прямые эфиры, вы смотрите и работаете в удобное для себя время. Это в индивидуальном, да, когда вы самостоятельно двигаетесь. А в сопровождении почти то же самое, только вы получаете задание, выполняете, отправляете ведущему. Ведущий кэсов проверяет, если есть коррекции, да, отправляет вам коррекцию. То есть ведущий просто не даст вам перейти к следующему ходу, если вы что-то не, если вы что-то не, ну, не заметили, что-то пропустили, он будет вам возвращать, 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 пока вы не докопаетесь до того, чего надо. Докопались, проработали, ведущий перевел на следующий ход. Это тоже делается не в прямом эфире, это тоже делается в удобное для вас время. Просто есть разница, когда вы идете самостоятельно, да, вы двигаетесь в одном темпе, когда вы, и иногда это можно растянуть прям надолго, когда вы двигаетесь вместе с ведущим, это, да, чуть-чуть другой темп. Кэсов это очень недолго. Привет, Светик. Светлана просто проходила кэсов. Стоимость кэсов самостоятельного прохождения 75 евро и сопровождением 225 евро. Сопровождением, игра длится два месяца. Стоимость не в месяц, а за всю игру. Да, это важно понимать. Так вот, дальше. Мне нужно, чтобы вы вспомнили какой-то вот этот образ, да, образ, глядя на который у вас вызывает желание раствориться, радость, сейфория, гармония, либо еще что-то. В идеале, я вам сейчас расскажу, вы потом поделаете, написать, образ может быть вызывающий волшебство. Да, образ может быть вызывающий волшебство. В идеале, чтобы у вас было некое расстояние, да, я сейчас у вас, ну, на экране, я не буду тут, значит, новогодняя елка. Я не знаю, может быть, для вас новогодняя елка сильный образ. Для меня новогодняя елка не сильный образ, для меня она довольно слабый. Но это для меня, да, у меня образы, мои образы, это, смотря, конечно, что же под запрос, да, под чем бы мне работать. Но это там рассвет, закат, не знаю, там какие-то ворота, какие-то, не знаю, кристаллы. Разочек я проходила через меч и скалибур, ни один другой не работал. Да, ну вот, может быть, новогодняя елка. Еще раз, да, это должно быть такое очень глубокое переживание радости, очень глубокое переживание, может быть, волшебства, очень глубокое море, да, очень глубокое переживание единства, либо эйфории, либо гармонии. Да, окей. А хорошо бы, чтобы у вас было расстояние, да, между, расстояние, где вы можете физически пройти ножками. Да, и этот образ сделайте, поставьте перед собой, сделайте его огромным, сделайте его большим, так, чтобы он занимал всю плоскость от пола до потолка, от одной стены до другой. Окей. Прямо вот перед вами такой экран, портал, портал. Для меня бескрайний океан. Да, тоже совершенно, совершенно прекрасный образ. И вы стоите перед порталом. Это можно делать в воображении, но это лучше делать ножками, поэтому можно сейчас послушать или параллельно проделать. И вспоминайте вот это вот ощущение карты, да, и как вы чувствуете. То есть вспоминайте вот этот заряд между вами и картой. О том, что если карта смотрит на вас как мама, или как папа, или там с осуждением, или вообще не смотрит ни на вас, ни на запрос, не видит его, не хочет его, и не хочет его реализовать, и ничего не хочет делать. Вот всё, что у вас связано с этой картой. Да, что вы при этом чувствуете, что вы в этом ощущаете, что вы в этом, как вы с этим реагируете на это. И вот с этими картин, да, что вы видите, и вот с вот этой картинкой, ощущениями, мыслями и телесной реакцией на это очень медленно, прям медленно, в замедленном темпе, очень сильно. Медленно вы проходите сквозь портал, вы начинаете двигаться и проходите сквозь портал, так, чтобы вот этот образ, сквозь вот эту картинку, так, чтобы вы как будто бы проходите сквозь портал, а портал проходит сквозь вас. Вот такая штука. Да, вот вы проходите вот так. Он сквозь вас, а вы сквозь него, да, и выходите по ту сторону. сделать несколько глубокий вдох и выдохов и ощутить что у вас поменялось даже если кажется что ничего так тоже будет даже если кажется что ничего это что карта к вам это что вы карте нет нельзя нырнуть в море нужно пройти сквозь этот портал сквозь эту картину нельзя нырнуть нужно пройти сквозь да вот вот есть образ и вы проходите сквозь экран выходите по ту сторону экрана и смотрите что поменялось поменялись какие-то ваши ощущения могло поменяться ваши да что-то новое и возможно если вы посмотрите на карту поменялась карта и тогда меняется да и тогда меня это волшебство плакать хочется и хочется остаться там злюсь на женщину с карту можно поплакать можно позлиться прошла и слезы небо ведро дылил и так отлично как под душем прошла иногда таких проходов надо несколько иногда таких она стала как-то более мной заинтересованно обнялась не да и на мурашит это прекрасно если тремор то прекрасно если дрожь это прекрасно ага отлично у карты глаза шире вот я люблю эти спецэффекты когда вы делаете практику и потом видите что карта меняется а вы обычно если люди никогда так не работали да то у них такой как карта меняется она смотрит по-другому она другая становится она правда становится другая до выросла прошла чуть сторону видела что карта смотрит на меня я готова отлично отлично супер чувство как будто я уже всего добилась трепетно карта гритну ведь просто же чувствую себя по другому да только пожалуйста вы еще не добились всего потому что вам чтоб добиться всего еще придется действовать отлично теперь смотрите попробуйте потом еще вернуться пару раз к этому эфиру и еще несколько раз пройти и смотреть как меняет поставить на паузу либо сделать скрин этой карты смотреть как меняется карта может еще раз просто сейчас заскринить вот сейчас сделайте скрин чтобы вам не надо было потом искать это не instagram меняет карту не instagram это вы меняете господи это не instagram карту меняет это вы прорабатываете внутри внутри себя меняется программа вы начинаете видеть карту по-другому это вы может быть карта я так это карты есть вы конечно это просто одна из ваших частей так вот вы себе не представляете вы себе не представляете сколько я ломала голову пока я придумал этот ход наверно месяца полтора-два я ломала голову пока я придумала как можно сделать так чтобы сделать это доступно у меня внутри прям стала супер баня отлично отлично блин я уже задерживаю вас но тем не менее это это важно и это круто да карта меняется что на карте почему мы работаем много с картами как это белый экран тут на самом деле честно не важно какую бы карту сейчас вытащила белый экран вы свою внутреннюю проекцию внутреннюю программу проецируете и смотрите на карте понимаете и когда вы свою программу меняете вы видите другую карту карту меняется карты меняется это часть я мы уже не успеем с вами пойти дальше но даже то что дальше там есть еще разговоры с картой есть еще что вы говорите карте есть еще когда вы с карты договариваетесь но это уже в полном формате кэсов сейчас уже начало 10 я уже не успею с вами это проделать но собственно говоря и не планировала я планировала дать вот эту технику и посмотреть как вы как вы с этим сможете как вы сможете ее взять очень рада что у вас получается ее взять очень рада что вас получается снимать вот этот градус сопротивления своей части которая ответственна за реализации запроса какие действия нужно делать дальше можно делать и действия которые ведут вас к цели если вы имеете ввиду какие действия проработки то дальше действия проработки мы будем уже проходить уже на игре Кэсов Грани День с 1 декабря. Там очень много действий, которые нужно будет делать. Прекрасный. По сути, карта не меняется. Меняется ваше видение. Абсолютно верно. Ваше видение и ваши ощущения. 100%. Все. Прекрасный. За сим я с вами на сегодня прощаюсь. Сегодня, скорее всего, вечером будет бесплатный вариант Кэсов для тех, кто хочет. Для тех, кто знает, что уже точно идет, я отправлю ссылку. Может быть, просто записаться. Либо записаться через Анжелику, те, кто знают. Да, Анжелика Гузова, администратор проектов. Либо я сейчас отправлю ссылку в... Поставлю ссылку на Кэсов пока в шапке профиля. За сим я с вами прощаюсь. Встречаемся завтра в 8 по Берлину. Будем говорить про родовые программы. С вами была Светлана Горбыч, психолог на всю голову. Пока-пока.